То, что большинство делает, это тупик. Сколько мне нужно откладывать и какой примерно срок? В любом случае будет хороший, нормальный, пассивный доход. Сколько у вас объектов недвижимости? Да мне вообще совершенно не нужно свое жилье. Ну, давайте тогда в цифрах. Сразу иметь много. Планирую еще приобретать их. Выйти на пассивный доход. Государство им приплачивает. Про денежное мышление. Насколько это работает? Денег не будет. Хочу поговорить про два таких течения в отношении к деньгам, которые я сейчас вижу. Одно это по-английски они называют себя fire. Это те, кто хочет уйти на пенсию в 30 лет. Они живут на условные 100 долларов в месяц, с 20 до 30, копят себе на пассивный доход и потом выходят на пенсию. При этом другое направление, когда ты начинаешь больше зарабатывать и ты начинаешь повышать уровень жизни и начинаешь больше тратить. То есть, вот какой вам подход ближе и как вы думаете, в каком направлении движется отношение к личным финансам в России и в мире? Я бы что-то среднее, посередине выбрал. Потому что жить и повышать траты вместе с доходами, ну это то, что большинство делает, это тупик. Причем, кстати, у многих еще и рост расходов опережает рост трат. То есть, они тратят гораздо быстрее, чем у них поднялись доходы, а расходы еще сильнее поднялись. Потому что они сразу решили позволить себе что-то, ну, допустим, очень дорогую машину, с которой сразу фоном идут дорогая страховка, дорогие колеса и так далее, и так далее. То есть, я, конечно, за то, что какой-то определенный уровень скромности надо поддерживать в том плане, что откладывать часть доходов, безусловно. Но и полностью вот себя вообще загонять в очень жесткие рамки и с ростом доходов не увеличивать расходы, наверное, тоже неправильно. Как можно делать? Допустим, доходы выросли на 30%, позволь себе расходам вырасти на 10% или на 15%. То есть, таким образом, ты все-таки и вместе, у тебя есть некий стимул и награда для себя, да, у тебя качество жизни немножко выросло. То есть, ты чуть больше стал тратить на какие-то развлечения, на одежду, на технику, на что-то еще. Но при этом все-таки ты начинаешь работать над своим будущим. Потому что вот сейчас, с одной стороны, наверное, вот эта идея фаер с 20 до 30 пахать, а потом ничего не делать. Когда тебе вот как раз уже за 30, мне 37 лет сейчас, и я, в принципе, вышел уже на довольно высокий уровень пассивного дохода. И при желании могу позволить себе ничего не делать. Это здорово, конечно. То есть, когда ты все-таки это сделал. Поэтому за это побороться стоит, но не путем просто экстремальной экономии. Я бы так сказал. Сколько у вас объектов недвижимости или чего-то еще, то, что приносит вам деньги? Вот вы сказали про пассивный доход, да, что он стал существенным. Можете конкретизировать, что такое существенный? Вы знаете, это такой ответ большой будет. Нет, я даже, наверное, сошлюсь здесь на свое видео, где у меня есть видео, где я прям детально разбираю свою структуру портфеля. Потому что это около 15 основных направлений. Это доходные квартиры, это новостройки, которые строятся, доходные автомобили, инвестиции, морские контейнеры, индивидуальный инвестиционный счет и так далее. Если говорить конкретно про недвижимость, сейчас у меня 16 студий, которые сдаются в московском регионе. Все они находятся, это Подмосковье, это Москва. Сейчас в ближайшее время планирую еще приобретать их. То есть основу я строю на недвижимости, потому что эта недвижимость дает понятный, прогнозируемый, ежемесячный пассивный доход. Но кроме этого у меня большое количество иных активов, конечно. То есть здесь принцип не класть все яйца в одну корзину, он очень важен. У меня вообще эта идея условного выйти на пассивный доход в 30 лет и типа перестать работать, меня она немножко смущает. Я даже по моему посту как-то писал в инстаграме на эту тему. То есть мне кажется, она с точки зрения целей и с точки зрения отношения к жизни, ну короче, что-то с ней не так. Типа, блин, чувак, тебе 30 лет и ты хочешь уже ничего не делать. То есть у меня какой-то есть такой ментальный барьер, в принципе, по поводу этой идеи. Вот как вы считаете? Я согласен с тем, что вот чтобы такого сделать, чтобы больше потом никогда ничего не делать, это нехороший путь, потому что самое спокойное место в городе на кладбище, и вот туда стремиться это как-то не слишком. Я думаю, что здесь скорее речь идет о свободе. Не о том, чтобы вообще ничего не делать, а о том, чтобы уйти от нужды делать то, что тебе не нравится, ради того, чтобы зарабатывать какую-то денежку. Потому что, к сожалению, очень большинство людей, они находятся вот в этом состоянии вынужденности. То есть они не могут себе позволить не пойти на, допустим, нелюбимую работу или не делать то, чего они не хотят делать, просто потому что иначе им не на что будет жить. И вот решить эту задачу, то есть иметь свободу выбора, где, как, чем заниматься. Вот вы, Максим, в Сингапуре живете. Я думаю, что очень многие наши сограждане были бы не против перебраться и пожить в Сингапуре. Очень красиво, тепло, хорошо, но очень мало кто может себе это позволить. Ну или думает, что мало, что не могут себе позволить. И в этом плане, конечно, создать себе доход, который будет давать тебе свободу действий, свободу выбора, чем заниматься, это очень здорово. А не делать вообще ничего, я согласен, конечно. То есть у меня тоже очень деятельный характер, и просто лежать пузом кверху и наслаждаться жизнью, таким образом, мне не очень привлекает. Вот по поводу Сингапура, если говорить. В Сингапуре стоимость жизни довольно высокая. Она одна из самых высоких в мире. А это сколько? Вот можно уточнить вот такой? Примерно сколько стоит жить в Сингапуре, сколько стоит аренда, ну если вы знаете, ставки по аренду квартир? Я могу сказать за нас, нас трое человек. Я жена и дочка трехлетняя. Мы тратим в месяц где-то 10 тысяч американских долларов на семью. Ну мы как бы не особо себя ограничиваем в целом. Я думаю, что на семью из трех человек можно жить на 5 тысяч. Американских долларов. Я думаю, что попроще квартиру снимать и так далее. При, допустим, 10 тысяч долларов, которые тебе нужно в месяц. Если я такой думаю, окей, мне сейчас надо закрыть свои базовые потребности и сделать такой пассивный доход, который мне бы дал возможность не ходить на нелюбимую работу. Но получается так. Если я живу, например, в Волгограде, вот я там учился в университете. Я с Дальнего Востока, но потом жил 6 лет и учился в Волгограде. Если я живу в Волгограде, то да, я могу сделать себе, наверное, не так много мне денег понадобится, чтобы сделать финансовый поток, где-то, ну, тысяч 40-50, наверное, в месяц. Я, в принципе, смогу снимать там однушку, ну и жить. Может, и 60 тысяч, как бы. Наверное, на семью даже с двух-трех человек будет более-менее ок. Но если я хочу жить в Сингапуре, то вот эта вот история о том, что я сейчас буду откладывать по 10 долларов и буду во всем себе отказывать и накоплю на пассивный доход в Сингапуре, она для большинства людей, возможно, ну, она слишком долго. Это, наверное, не в 30 лет человек может сделать, там, в 40-50 и так далее. И получается, что да, я себе накопил такой пассивный доход на жизнь в основном Волгограде, но, наверное, это не то, что, типа, не то, о чем надо мечтать. Да, не Сингапур, да, не Сингапур. Ну, Максим, тут просто идет, знаете, такая, сравниваем совершенно разные вещи. То есть человек, который хочет жить в Волгограде, и его это устраивает, у него один доход. И для него накопить, допустим, 60 или 100 тысяч в месяц пассивный доход создать, это такая хорошая цель и, конечно, не мгновенная. Как и для вас. То есть если вы претендуете на то, чтобы жить на 10 тысяч долларов в месяц, то, скорее всего, вы зарабатываете совсем другие суммы. И откладывать можете гораздо большие суммы. И да, инвестиции – это не то, что решает вопрос быстро. Ну, например, в бизнесе ты можешь гораздо быстрее выйти на высокие доходы. Правда, и прогореть тоже можешь гораздо быстрее, и ничего не получится у тебя может намного быстрее. В инвестициях это не быстро, но это такой гарантированный, уверенный путь, долгосрочный. То есть с периодом планирования 10, 15, 20 лет. Что, да, я занимаюсь основной деятельностью, я там работаю на работе или создаю бизнес, или еще чего-то делаю. И часть дохода пускаю на инвестиции. Чтобы знать, что через 10-15 лет у меня в любом случае будет хороший, нормальный, пассивный доход. И на Сингапур, может быть, не накоплю, но на Таиланд накоплю. Или на 100 тысяч. Ну, давайте тогда в цифрах. Вот мне хочется 100 тысяч рублей в месяц с пассивным доходом. Можем мы прикинуть быстро, какие инструменты мне нужны для этого, сколько мне нужно откладывать и какой примерно срок? Ну, давайте, смотрите. 100 тысяч рублей. Это в год примерно 1 миллион. Мы округлим сейчас, чтобы проще считать. 1 миллион рублей в год пассивный доход. Сейчас российские инструменты, вот куда я инвестирую, они дают доходность в диапазоне 10-20% годовых. Есть что-то побольше, есть что-то поменьше, но даже в среднем возьмем, допустим, ну, что-то типа 15% годовых. И, соответственно, чтобы нам иметь 1 миллион в год, и это будет 15% годовых, нам сумма нужна примерно в 7 раз больше. То есть нам нужно что-то типа 7 миллионов рублей, которые будут нам приносить пассивный доход около миллиона, и которые будут, соответственно, давать там искомые 100 тысяч в месяц примерно. Вот так очень грубый расчет. То есть нам надо накопить 7 миллионов рублей. Дальше мы можем идти либо от цели, либо от возможности. Ну, от возможности я говорю, допустим, я готов откладывать 50 тысяч рублей в месяц. Хорошо, 50 тысяч, это значит, за год я отложу там что-то типа 600 тысяч рублей и накоплю 7 миллионов с учетом там, если я буду инвестировать, будут какие-то проценты капать, это будет, ну, что-то типа 7 лет. Ну, так грубо, с учетом сложного процента. Если просто копить, то 10 лет. Вот так. Либо идти от цели, что я говорю, что я хочу через 5 лет или там через 3 года иметь этот доход. Соответственно, я понимаю, так, 7 делить на 3, это значит, мне надо 2 миллиона 300 тысяч за год отложить каким-то образом. Или делим на 12-200 тысяч в месяц. И дальше я пытаюсь решить эту задачу, найти там подработки, найти какой-нибудь бизнес создать, чтобы это отложить. Вот очень упрощенно так. Сложный процент, отличие где-то будет 30%, да? То есть, сложный процент, это когда вы себе не забираете дивиденды, а вы их прибавляете к сумме. Да, ну, то есть, я откладываю, допустим, 50 тысяч в месяц или 600 в год. Первый год я их накопил и запустил в работу. То есть, они сами по себе за следующий год превратятся уже там, условно, в 650. Потом еще как-то. Ну, то есть, тоже будут деньги, будут работать и быстрее это произойдет. То есть, не будет такого маленького ручейка пассивного дохода в течение вот этих нескольких лет, но быстрее накопится общая сумма? Ну, тут как человек хочет. То есть, он может выбрать либо сейчас по чуть-чуть, либо быстрее накопить и создать как бы корову. То есть, это два разных подхода принципиальных в инвестировании. За что мы боремся? За пассивный доход сегодня, либо за прирост капитала. То есть, либо пассивный доход, то есть, мы корову максимально выдаиваем сегодня, либо мы ее максимально откармливаем, чтобы потом сразу иметь много. Вот у нас всплыла сумма 7 миллионов рублей. 7 миллионов рублей – это однушка в Москве, ну, где-то в районе третьего транспортного кольца, наверное. Ну, плюс-минус. Что-то подобное, да. Что-то подобное. Вот большинство людей скажет так, 7 миллионов рублей, да я лучше квартиру на эту куплю, и я лучше даже пораньше куплю и возьму в ипотеку, возможно. Вот квартирный вопрос, насколько я вижу, он очень сильно волнует людей, и я помню даже, когда года три назад я делал видео на эту тему, где мы обсуждали, надо покупать квартиру или можно ее снимать. Многие люди до сих пор считают, что самое главное – это купить квартиру. И даже Дудь в своих интервью спрашивает, ну, что, типа, ты на квартиру уже накопил в Москве? Что ты купил, однуху, двуху? Евродвушка, да. Как к этому вопросу надо подходить с точки зрения эксперта по финансам и инвестициям? Покупка или аренда? Я бы сначала шел действительно от психологии человека, потому что здесь вот есть такие две крайние позиции, то есть есть люди, которые говорят, да мне вообще совершенно не нужно свое жилье, меня устраивает всю жизнь арендовать. Если человек и так устраивает, почему нет? Другая позиция, особенно когда у тебя вот становится больше детей, вот у меня четверо детей, с четырьмя детьми, задача снять квартиру – это уже становится очень нетривиальной задачей. Подобрать такую квартиру, которая там подойдет по куче параметров, чтобы еще и всех там куда-то в школы кружки, то, сё, и много уже усложняется задача. Но самое главное, наверное, что люди хотят просто в жизни, ну, вот создав, купив один раз квартиру, закрыть навсегда для себя вот это, ну, такое психологическое давление. А что вдруг я не смогу платить за аренду? А вдруг там что-то поменяется? Вот есть дом свой, и это уже там своя квартира. Это уже для человека, ну, в среднем, это такой серьезный шаг вперед. Поэтому я скорее за то, с учетом того, что в России недвижимость стабильно дорожает, в основном, не везде есть депрессивные регионы, но в среднем недвижимость растет в цене. То лучше в рублях. Особенно, да, в рублях. В рублях, конечно, не в долларах. Но мы сейчас говорим про рублевую зону, рублевые доходы. С текущими дешевыми ипотеками я считаю, что логичнее взять, если ты можешь обслуживать, то есть при прочих равных условно 30 тысяч платить за ипотеку или 30 тысяч за арендное жилье, примерно аналогичное, лучше платить за ипотеку. Здесь, наверное, вопрос такой. Вот могу свой пример привести. Мы живем в плюс-минус центре в Сингапуре, платим 6 тысяч сингапурских долларов, то есть в рублях это сейчас чуть больше 300 тысяч рублей в месяц. Снимаем такую квартиру четырехкомнатную в кондо. Эта квартира стоит, мы смотрели примерно, сколько можно купить, она стоит где-то в районе 2 миллионов 2 700 где-то в сингапурских долларов. То есть в рубли это будет в районе где-то 130, наверное, миллионов рублей. Мы в Сингапуре живем вот два года уже почти и не знаю, сколько еще будем жить. Нам тут все нравится, но, наверное, не всю жизнь. И если задумываться о покупке квартиры, для нас это получается такая, ну, довольно бесполезная затея, то есть мы лучше будем сейчас жить в центре и нам проще жить в квартире, в которой мы хотим, и снять ее удобнее, чем покупать квартиру, ну, даже при всем том, что там огромные налоги на покупку квартиры и так далее. И в Москве я вижу многих ребят, которые хорошо зарабатывают, они снимают квартиры за там 300, 400, 500 тысяч рублей. Но они живут в центре. То есть, условно, если я хочу жить в центре и жить в классной квартире в Москве, то мне надо либо иметь там свободных, ну, миллионов 100, наверное, рублей тоже, плюс-минус, либо я могу сейчас вот снимать и жить в месте силы, где комьюнити, сообщество, где у меня рядом бизнес или работа и так далее. И большинство людей вот выбирают этот вариант. Есть такое? Ну, я думаю, что не большинство, а вы взяли вот именно такой определенный сегмент высокооплачиваемых людей, причем, как правило, таких высокомобильных. В основном это завязано как раз на семью, на большое количество, на детей. И если так, то есть если человек мобильный и предполагает, что он может жить, допустим, как вы думаете, а может быть мы через пару лет в другом месте будем жить, а не в Сингапуре, ну, тогда никакого смысла нету. То есть здесь идти от своих планов. Но если мы говорим про Москву, допустим, и берем чуть более дешевое жилье, то ты можешь условно за те же там 150 тысяч в месяц или 100 тысяч в месяц, вместо того, чтобы их платить куда-то, купить квартиру. И с учетом того, что квартира дорожает, через три года ты с нее съедешь, продашь ее и продашь с большой прибылью. И заработаешь еще на этом неплохо. Плюс еще часть ипотеки погасится за этот период. Это, конечно, не однозначный вопрос, и здесь не то, что вот всем одинаково. Это надо прям конкретный случай просчитывать, сколько ты платишь, сколько будет стоить арендное жилье, сколько будет стоить купить аналогичное. И ты смотришь платежи условно по ипотеке. Если они близки по суммам, обычно интереснее взять ипотеку. Если ты за аренду можешь платить там сильно дешевле, чем платить по ипотеке, ну, тогда, конечно, лучше арендовать. Наверное, это во многом вопрос целей. И что меня еще просто смущает в таком... Вот человек, окей, он считает, что он будет жить в своем городе и берет квартиру в ипотеку, то есть привязывается к этому месту. А потом он на работе, например, делает оффер, делают предложение переехать в другой офис. И он уже чувствует, что, блин, я тут квартиру взял, уже мы там ремонт делаем, уже ипотека. И получается, что он, даже не зная свои планы на будущее, он может таким образом себя немножко отяготить недвижимостью. Привязать, да? К этому месту. Да. Ну, ипотека – это не якорь, который невозможно снять. То есть ипотечную квартиру точно так же можно продать, как и не ипотечную. Там есть небольшие нюансы, но я точно так же могу продать квартиру в ипотеке, просто произойдет одновременно погашение ипотеки, и остаток денег мне останется. То есть это, по сути, ничем не отличается от того, что у тебя квартира есть, и ты ее потом продал. Дальше тут уже можно смотреть и говорить про, допустим, ликвидность объекта. То есть если квартира маленькая, допустим, однушечка, то ее продать всегда можно быстро и легко. Если вдруг ты возьмешь большую квартиру, 100 метров, да, 120 метров и тем более дом, то такие объекты продать сложно уже. То есть тут надо понимать, что покупая такой объект, ты как бы всерьез и надолго. Это, наверное, оправдано тогда, когда вот ты видишь прям суперместо. Хотя я так по Москве несколько раз переезжал и, собственно, продавал квартиры и покупал новые. И мы переезжали без особых проблем. Не было проблем. Мы недавно обсуждали, что ипотека сейчас супер снизилась в рублях. Как вы думаете, это долго еще будет? Вот какой сейчас реалистичный процент там в районе 6 на ипотеку? И как вы думаете, сколько это будет еще продолжаться? Я только что, ну как только что, на прошлой неделе мне Сбербанк одобрил ипотеку на новостройку по ставке 1,7% годовых на первые два года и потом 4,7% на следующие годы. А ставки сейчас очень низкие. Они, ну, самые низкие за, наверное, всю историю российской ипотеки. Я не думаю, что это будет долго. Почему? Потому что сейчас это идет поддержка государства на фоне вот всех проблем, которые были из-за коронавируса. И, скорее всего, в какой-то момент, и я не думаю, что это долго продлится, то есть несколько месяцев, может быть, еще, государство устанет субсидировать все это дело и скажет, все, хватит. Мы чуть-чуть вам помогли. Теперь давайте сами. И ставки по ипотекам сделят. Потому что банки на таких условиях сами по себе работать не хотят. Это вот чисто за счет того, что государство им приплачивает. А сколько нормальный рыночный процент ипотеки без субсидий государства? Сейчас это что-то типа 7-8% примерно так годовых. Очень интересует вопрос, хайповый вопрос про денежное мышление. Я недавно на эту тему снимал даже ролик, и вот если вы снимете для своего YouTube-канала тему про денежное мышление, я думаю, что она наберет гораздо больше, чем какие-нибудь там сухие аналитические цифры рынка и так далее. Мое мнение по поводу денежного мышления, что эта история немножко перегрета, переоценена. Когда говорят, что реши свои проблемы в голове и начнешь больше зарабатывать, я думаю, что это применимо к какому-то очень ограниченному количеству людей. А для большинства это как такая волшебная таблетка, которая никогда у них не подействует на них. Что вы думаете, Николай, по поводу денежного мышления и насколько это работает? Я думаю, что работает это так. Наша жизнь определяется нашими привычками. То есть как мы действуем каждый день, такие результаты мы и получаем. Это касается, например, здоровья. То есть что ты каждый день кушаешь, то у тебя и выходит. Или как ты занимаешься спортом. Это касается и в том числе денег. То есть как ты действуешь каждый день в плане денег, так ты на длинном горизонте. У тебя либо их много, либо мало. Есть привычки, которые однозначно, на мой взгляд, способствуют тому, чтобы у тебя денег было больше на длинном горизонте. Есть привычки, например, активно пользоваться кредитными картами, набирать в кредит, покупать кучу всего, которые способствуют тому, что у тебя денег не будет. И мышление это про что? Это про то, что ты подумал так, а как мне правильно вести мою финансовую жизнь? Надо ли мне вести там постоянный регулярный учет денег? Надо ли мне откладывать регулярную часть дохода? Надо ли мне разобраться, куда, как эффективно вкладывать деньги? Надо ли мне вообще создать пассивный доход? Или может мне все это не нужно, буду просто на активный жить? И, ну, подумав, то есть вот проанализировав свою жизнь, ты начинаешь менять повседневные привычки. И получаешь как бы либо результат рост твоего благосостояния, либо спад. То есть это не формат, вот как, может быть, помните, был фильм «Секрет» такой, нашумевший, много его смотрели. И там была идея, что, допустим, мальчик сидит, ментальные волны во все стороны спускает, ему велосипед сам привалил. Или кто-то там о доме мечтал-мечтал, ему дом привалил. С этой идеей я не очень согласен, потому что там важный пункт пропущен – действие. То есть он сидит-сидит, ментальные волны – бац, результат. Так, по-моему, не работает. Но ты, как бы, допустим, где-то поучившись, перестроил свой взгляд на то, как правильно финансово жить, перестроил свою жизнь, привычки, действия, которые ты делаешь каждый день, и имеешь иной финансовый результат. Ну, вот расскажу свой пример. Для меня так очень переломным стал Киосаки. К нему люди по-разному относятся, кто-то позитивно, кто-то не очень. Но я заканчиваю университет, учился на пятом курсе, 15 лет назад это было. Мне попался богатый папа-бедный папа. Вот где-то вот стоит у меня здесь как раз Киосаки. И я для себя абсолютно точно помню этот момент, что до этого у меня в голове было мышление и план жизни, что я буду, как все, работать на работе, выстраивать карьеру. Я тогда уже устроился, два года работал в крупной корпорации, хотел там развиваться типа карьерной лестницы. Но я прочел Киосаки, эту книжку, и понял, что я так не хочу жить. Я хочу идти по пути бизнеса и по пути инвестирования. И стал перестраивать свою жизнь. Поэтому финансовое мышление и денежное мышление – это скорее про то, что ты перестраиваешь у себя видение того, как правильно финансово жить. В соответствии с этим делаешь действия. То есть недостаточно просто читать книги или испускать ментальные волны во все стороны. Но, наверное, проблема в том, что большинство людей воспринимают это как притяни деньги в свою жизнь. И на этом многие играют, те, кто продвигает эту тему. Но почему это на самом деле такая тема широкая, мне кажется, потому что низкая очень финансовая грамотность в принципе у людей. И там любую какую-то нормальную идею запусти в массу людей, она приживется, потому что у людей нет вообще понимания. Да, я могу даже по себе сказать, что у меня в семье тема денег не обсуждалась. Не потому что она была под запретом, потому что это как бы деньги. Ну, это не то, что надо обсуждать, то, о чем надо думать. Или не то, чего их обсуждать. У нас даже мы на самом деле даже нормально более-менее жили. У меня отец военный, военный врач. И ну просто была какая-то постоянная сумма денег. Но мы это никогда не обсуждали. Я даже помню, что ни в школе, ни в институте у меня не возникало вопросов, что там какие-то инвестиции откладывать. То есть просто эта тема была вообще немножко мимо меня. Поэтому я думаю, что для большинства людей почему это актуально? Потому что, блин, так там 10% можно откладывать, допустим, а потом еще это можно сделать, а потом это можно сделать. А можно там посчитать свои расходы. И люди такие, да, точно, точно. Это же на этом можно сэкономить. Ну, тут, конечно, есть сложность, что люди хотят других результатов, делая все по-старому. Что да, я хочу стать, допустим, обеспеченным человеком, но при этом хочу продолжать жить на широкую ногу, как я делаю это сейчас. Или я хочу быть здоровым, но при этом продолжать пить и курить. Или хочу иметь спортивное тело, но ходить на тренировки я не хочу, мне неохота. Ну, или вот какие-то такие вещи. И здесь идет большой конфликт, что человек как бы заявляет, что хочет, а делать не хочет для этого. И все в наших руках. У вас есть канал, который так и называется, Николай Мрачковский. Да, инвестиции с Николаем Мрачковским, да. Канал на Ютубе, я его посматриваю, оттуда черпаю новости, то, что происходит на рынке. И рекомендую всем, кто думает о том, чтобы начать разбираться или продолжить разбираться в личных финансах, в инвестировании. Искренне скажу, что у Николая, обращаюсь к зрителям, у Николая, в общем, все очень четко, без воды раскладывается, поэтому рекомендую на канал подписываться обязательно. Николай, спасибо большое, был очень рад пообщаться. Спасибо, Максим. Ребят, инвестируйте, занимайтесь своими финансами, это полезно. Благодарю, удачи.